МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Ознакомьтесь с законодательными новостями, принятыми в течение недели. В связи с усилением ответственности за воспрепятствование выполнения служебных обязанностей педагогическими работниками в Уголовный кодекс Республики Узбекистан и Кодекс Республики Узбекистан об административной ответственности внесены дополнения и изменения. Согласно внесенным дополнениям к Уголовному кодексу, административное принуждение к труду в какой-либо форме, совершенное в отношении педагогического работника образовательной организации, после применения административного взыскания за такое же деяние, влечет за собой применение одного из следующих наказаний. Штраф в размере от 150 до 200 базовой расчетной величины, от 45 до 60 миллионов сумм, лишение определенного права до 3 лет, исправительные работы до 3 лет. Согласно Кодексу об административной ответственности, административное принуждение к труду в любой форме влечет наложение штрафа в размере от 50 до 100 базовой расчетной величины, от 15 до 30 миллионов сумм. Также незаконное вмешательство в профессиональную деятельность педагогического работника, выразившееся в оказании влияния на правильную и объективную оценку знаний учащихся, или воспрепятствование выполнению им служебных обязанностей, влечет наложение штрафа. На граждан в размере от 7 до 10 базовой расчетной величины, ранее от 5 до 7 базовой расчетной величины. И на должностных лиц в размере от 10 до 15 базовой расчетной величины, ранее от 7 до 10 базовой расчетной величины. Согласно закону о внесении дополнения в Кодекс Республики Узбекистан об административной ответственности в связи с установлением ответственности за воспрепятствование законной медицинской деятельности медицинского работника, данный кодекс дополнен нормой следующего содержания. Воспрепятствование законной медицинской деятельности медицинского работника или с этой целью незаконное воздействие в любой форме на медицинского работника влечет наложение штрафа на граждан от 5 до 7 базовой расчетной величины, от 1,5 до 2,1 миллиона сумм, на должностных лиц от 7 до 10 базовой расчетной величины, от 2,1 до 3 миллионов сумм, либо административный арест до 15 суток. Согласно указу президента о повышении размеров заработной платы, пенсии и пособий, с 1 апреля 2023 года размер пенсии и пособий будет увеличен на 7%. Также с 1 мая 2023 года размер заработной платы работникам бюджетных организаций будет повышен на 7%. Согласно постановлению президента о дополнительных мерах по сокращению государственного участия в экономике, с 1 июля 2023 года физическим лицам будет предоставлено право на подачу заявления для выставления на прямые онлайн-аукционные торги государственных объектов недвижимости площадью до 2000 квадратных метров для приватизации либо передачи в аренду. С 1 сентября 2023 года ордер и сертификат государственного образца о приватизации объектов недвижимого имущества и государственной доли выдаются центрами государственных услуг или посредством единого портала интерактивных государственных услуг – my.go.us. Договоры с покупателями оформляются на электронной торговой платформе e-аукцион в электронной форме. Отменяется порядок введения промежуточного мониторинга выполнения инвестиционных обязательств с ежеквартальным выходом на места. Отменяется порядок представления отчетов о выполнении инвестиционных обязательств в бумажной форме. Внедряется их получение путем осуществления интеграции электронных баз соответствующих государственных органов и организаций в информационную систему «Государственная собственность», а также посредством информации, вносимой предпринимателями в данную систему. Согласно постановлению президента о дополнительных мерах по стимулированию обеспечения аграрного сектора современной сельскохозяйственной техникой, с 1 апреля 2023 года будет введен единый порядок государственной поддержки – закупки сельскохозяйственной техники, произведенной в Узбекистане, в соответствии с которым. Субсидии, предусмотренные постановлением президента, распространяются на все отечественные предприятия по производству сельскохозяйственной техники. Все виды сельскохозяйственной техники и агрегатов, а также их комплектующие и запасные части, ввозимые из-за рубежа, согласно соответствующему перечню, в срок до 1 января 2025 года в порядке исключения освобождаются от уплаты таможенных платежей, кроме налога на добавленную стоимость и сборов за таможенное оформление. От уплаты утилизационного сбора, а также субъектам предпринимательства разрешается произвести уплату НДС со срочкой до 270 дней с даты размещения их в таможенном режиме выпуска для свободного обращения – импорт. Разрешается передача в лизинг сельскохозяйственной техники и агрегатов самозанятым лицам и индивидуальным предпринимателям. С этими и другими новостями законодательства вы можете ознакомиться через телеграм-канал Министерства юстиции и правовая информация.